МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Парк Сталинградский или парк Акинфеева. Жители Волгограда выбирают название для новой популярной территории отдыха. Сроки ликвидации кировской свалки затягиваются. Чемпионат мира внес коррективы в график вывоза грузовиками и опасных отходов. Много колодцев, мало асфальта. Автомобилисты ждут, не дождутся окончания комплексного ремонта улицы Советской. Имущество МАНа уйдет с молотка. Торговая сеть грозит прекратить успешную работу на рынке Волгоградской области. Торговая сеть МАН готовится продать свои объекты в счет погашения долгов перед Сбербанком. Аукцион состоится завтра. Единым лотом с молотка уйдут 22 помещения, расположенные в Волгограде, Волжском, Суровикинском и Иловлинском районах. Начальная цена составляет примерно 1,3 млрд рублей. Выставленные на торги помещения фигурировали в качестве залогового имущества при заключении МАНом договора об открытии кредита еще три года назад. Инициатором аукциона выступил банк. Кредитное учреждение пытается взыскать задолженность. До 2014 года торговая сеть МАН насчитывала в Волгоградской области более 50 магазинов большого формата. После того, как компания стала испытывать финансовые сложности, большая часть супермаркетов была закрыта или оптимизирована. Продлены сроки окончания работ по ликвидации кировской свалки. В предусмотренной государственным контрактом графику ложиться не удалось из-за того, что на период подготовки проведения матчей чемпионата мира в Волгограде был введен запрет на движение крупногабаритного транспорта с опасными грузами. На сегодняшний день с территории кировской свалки перемещено примерно 90% от общего объема отходов. Полностью завершить работы ранее планировалось в начале июня. Теперь из-за того, что сроки сдвинулись жителям близлежащих улиц, которые жаловались на интенсивное движение грузовиков от свалки до пруда накопителя в Светлоярском районе, придется потерпеть еще. Сразу после завершения чемпионата мира и окончания работы на центральной набережной площадке фестиваля болельщиков в Волгограде возобновится ремонт улицы Советской. Пока же так и не отремонтированная до конца дорога ощетинилась десятками люков технологических колодцев. После окончания фрезерования эти коммунальные объекты были подняты до уровня будущего верхнего слоя асфальтобетона и теперь устрашающе торчат. Между колодцами приходится лавировать и автомобилистам, и пешеходам. Нижний выравнивающий слой асфальтобетона на Советской начали укладывать еще в начале апреля. Предполагалось, что обновленная дорога станет одной из ключевых в Волгограде на период проведения чемпионата мира. На сайте городской администрации стартовало голосование по выбору названия для нового парка у подножия Мамаева кургана. Изначально от горожан поступило более шести сотен вариантов, из них были выбраны десять наиболее популярных. Среди них такие названия, как Парк Окинфеева, Парк Возрождения, Парк Мира, Парк Победы, Парк Сталинградский, Парк Арена и другие. То название, за которое волгоградцы отдадут наибольшее количество голосов и будет дано новой зоне отдыха. Голосование продлится до 15 июля. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова